неужели имена инвестиция в россии действует сам я не видел но пишут я в трассматре сколько у меня на форуме тема такая есть интересно главное отнимают детей по разным причинам что забота о ребенке но забота о ребенке вырвать из своей семьи во франции это уже 2 миллиона детей изъято так как какая же забота в норвегии что делают как просто считаю жуть одна приехала родила и не может домой уехать но и главное какая то душа ищи любовь какая я такого не встречал вот у нас у родителей было нас 10 детей мы не знали даже слова любовь такого не слышали обычно маменька папенька у нас тячка и мамка по-другому даже тятя мама у нас не называли как будто бы такой форме чуть ли не неуважительно наоборот это все было естественно так было даже малина соберем уже разделим где отцу где бабушки 10 ребятишек и как-то это все входило туда а то смотришь американцы я люблю тебя я мы этого слова не слышали даже не знал что люблю тебя живой живу полное послушание родителям было но главное это работа работа вот у меня тут напомнил еще полезто сюда сегодня у меня голуби вот у голубей такая болезнь твоя тверклячка называется голова так уворачивается он клюет вроде вам воздух клювом то ну и проходит какое-то время погибает лекарства нету не лечит бывает делать какие-то там инъекции что-то встали делают там рыбий жир мне еще не помогает единственно будет но но мясо могут употреблять кур от нее не заболеет но для больших даже держит как называет голубедром и там по тысячу голубей держат на продаже то может выкосить все я решил делать такой эксперимент вот сюда вот коробка одна вот такая вот она она небольшая коробка то что здесь 45 сантиметров вот она коробка вот это вот это отставил то я туда сделал гнездо покажи посмотри видно нет вот это там вот дальше гнездо справа здесь кормушка у них есть видно где ну и за тут вода под этим чтобы воду не попадал по мед она под этим его можно другой стороны посмотреть вот отсюда видно или нет нет не видно будет так понятно там чашка такая чтобы вот такие прямые были стенки говорю то о чем решила сюда запустить дикарей вот они у меня они вывели один выводок на их ба я боялся сюда потому что больные были голуби и не протравить там одна молекула погубить ну и не знал что делать взять дикарей обыкновенных сезарей дикарей вот они вон они наверху это родители и они вывели выводок и этот выводок уже на ногах они у меня с руки идут я уже показывал не раз просто показать можно вон они сидят где вот так пройди сюда вот туда направь вот наверху сидят родители вон вот а это два у них ребенка вот так покажи там где там где-то еще одного не видать вон он сзади сидит вон и они такие обычные могу даже брать их может быть даст а гуля 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 домой хорошие ки гуленька гуля 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 подожди мой хороший гуля вот так вот он молодец вот он такой с руки и с сейчас то даже там покажу обыкновенный еще на улице холм я не упускаюсь выводок один вышел совершенно нормальные голуби вот я покажу сейчас выключить свет как он голубь есть руки они улетают никуда они у меня ручные кружка стоит вот семечками покажи на столе вот она кружка я отсюда беру ему дают ну-ка на маленький поешь ну-ка давай вот он где теперь я он еще не еще ешь 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 молодец такой гуля я могу гладить и уже не держим сам сидит давай молодец ну и они еще только маленькие были они голуби плодятся семь-восемь выводка в год делают а на улице холодно там голубям ты не даешь выводить а здесь-то в тепле и вот он здесь как только стали подрастать они а у родителей здесь второе гнездо сделаем ему надо пить сейчас она пьется на чашка такая на 3 отделения вот он где все видишь как он пьет пьет как лошадь не как курица голову опустил и качает они их выгнали и притом с такой силой бьют что деваться некуда они прям проламывать здесь у меня бумага селится на ночь что все это не было но я им сделал вторую коробку и здесь перекрываю второй этаж полез на днях голубка одна белая я подумал голубь сначала хороший большой вот он сидит ну 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 разреши вот он какой ой но видно что какой он подрезанный это турман и крутится но я на не может лететь чего-то там замерзла я не знаю что там у нее было иди туда на свое гнездо ступай вот она вот она где вот я тут перекрываю вот этой дощечка дощечка такая мягкая вот такая уж была и вот она сидит ночь прошла в ней гнездо пополнился я сделал в виде гнезда травы и у нее яйцо вывалилось второго нету садиться нет и на поле все за этим то а на 2 2 выводах то ну куда пошел то ну ну иди пускай пойдем туда я тебя вытащу к ним а то вы тут ходите где не надо давай туда вот он полетел там ведро закрыто вижу я у неделя плашал ровно неделя они двое туда залезут гнездо родители то ну и греют как бы его а посмотрел они его уродом сделали вот она удушающая любовь вот здесь я покажу сейчас вот он а у него нога даже расти к россии некуда сейчас пусть упирается и она пошла взяту не все это уже испорченный и он не жилец вот нормальная нога у него вот она под ним видишь какой-то рычаг у него а это ему не я куда не давит его я нога пошла дальше он его отодвину раз два три а мама молоденький и она все удушающая любовь все кончилось то есть он обречен но пока держу я решил сегодня подремонтировать его взял вырезал тряпочку вот она у меня вот эту ногу ему перебинтовал в этом месте на коленочке вот так вот если здесь от и стороны связал ну чтобы она молодой то думаю еще будет они тут то было он упирается и упираться то не может но ноги то связано у него он опрокидывается матери кормить а он не может так есть пришлось развязать тогда я думаю что же делать такого у меня не было я тогда кладу его из гнезда вытащил и вот здесь вот рядом вот положил чтобы она кормила его не давила не тут то было она сидит одна в гнезде там ничего нет пустое гнездо а он видишь как растопоршился и все сейчас надо мать будет пускать а то давно уже нету ничего не могу сделать это удушающая любовь развязал сегодня утром связала к обеду уже развязал делать нечего совершенно я сейчас запущу и может загонять будет это у меня видите специально палочки на это чтобы они сюда не лезли не хотел чтобы на кухне было а сейчас не хочу чтобы туда залетали потому что они садятся на кровать которая не закрыта он сверху то закрыта эти сколько работы это пенсионер это как раз во первых с голубями сейчас пошел какой-то богатый голубь залетел подрезаны шпоры такой красно-белый пестрый видно что хохолок такой короткий клюв и ну еще там будет как не будет вот сейчас голубей эти будут будут загоняться да не загонять сами залетят и она начнет опять садиться давить его что будет ничего не знаю как может в природе нет эти вот были дикари кто сейчас та же мать отец и они выпарлись ноги нормально а этот породисты они слабые поэтому не породистому легче жить а так бывает человек закончить какие-то там академии там и что-то где-то и начинает мимо слова божие куда-то плести удушающая любовь к самому себе все везде так делать чтобы и пища была мягкая жевать нету нечем ну и получается то что не приспособленных жизни а жизнь такая будет все говорят что 16 год будет особенный год особенный такие играть на патриарших прудах будут события так что где-то рядом все и поэтому все наши неурядицы чем-то как-то это закончится очень быстро очень быстро вот мне на на ум приходит этот голубь а я уже начинаю рассуждать и дальше спрашивает по интернету как вы можете терпеть такие нападки на вас а такие переживания у меня один день с тещей неладно было я уснуть не мог на работу пошел разбитый буквально вот как ты знаешь куда пошел моя мама как-то принесла передачку мне в тюрьме сидел ну и слышит там где передачи передать все мой сын то взят ни за что это тоже ни за что товарищ там виноват а он так только оборонялся кто-то ножом пырнул ты все моя мама и говорит мария егоровна у женщины какие вы несчастны у всех детей это забрали да ни за что а мой то сидит сын за что вот она отошла сейчас туда залетит вот они второй сейчас они туда полезут обязательно туда она вспомнила но я их выгнал вот они глядят сейчас туда пойдет нырнет и сразу его придавит его по на одну накормит ему уже есть пора родительская ласка видите с той стороны я открыл они залетели сразу вот она приглядывается вот она это вот который рядом ближе это он а голубь а та голубка а то еще у щенков бывает мальчик девочка никаких мальчик девочка только как людям относятся кобель и сука в паспорте сука слова сука стали бояться и кобель говорит мужик как кобель бегает она как сука таскается это люди опоскудили слова природные которые принадлежат этим зверям ну тёлка жеребец писание говорит готов жут на чужих жонка жеребцы но писание говорит об этом не кобыла виновата человек вот они здесь вот у нее не ладится как петель что моя мама как мой сын за что он знал и она со мной свидание далее она горит сынок ты знал куда ты шел зачем шел на этом говорил о советской власти архипелаг гулаг издал кроме насчитал златоуста и прочее мне говорят сейчас что вроде бы не надо некоторые но считайте не надо нам было это надо каталитарный режим рухнул вот он может быть за ней пойдет сейчас туда нет она сейчас нырнет они же все так посмотреть так умерет я но это малыши прилетели с той стороны вот они как дайте как интересно наблюдать то что я говорю вот как нога и прочее следующий выводок будет тоже породистых подложу поди что там где смотрит ты мой сын знает на что шел ты знал сынок что да я знал и поэтому если на меня где-то кто-то сейчас недовольно особенно церковники ничего впереди такие будут события что вам не до меня будет это раз а во вторых то что я говорю вам надо знать каким-то языком сказал не такие слова это все забудется ваши ласковые хорошие слова никого не сподвигли не видеть бедственно положение патриархии это надо быть абсолютно слепым невозрожденным мертвым совершенно не понимать что люди то никто не считает ее за церковь а большая секта люди выходят из храма мы 50 человек решили опросить и от крещения ни один не может объяснить ни крещения ничего вот я даже хотел здесь попутно показать одно дело вот посмотри здесь чуть-чуть это папа по смыслу как бы вот сейчас покажу какие исследования у нас здесь были в городе барнауле вот посмотрите ну это трудно смотреть а сейчас выделю маленько увеличу и сделаю курсивом это все жирным вот читаю в барнауле преподаватель университета алтайского государственного технического университета ну там я знаю тысяч 21 тысяча было студентов только сыпенникова евгения павловна пять лет вот вот исследования какие права никто и не заставлял проводила исследования над тремя тысячами студентов они она ходит в церковь поет на клиросе московской патриархат опубликовал материал в и прихиальной газете алтайская миссия называется он из мрака язычества ну газета сначала мирская публиковала вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза четверть века для женщины это уже пенсионный возраст я лично встречался с ней беседовал крещена девять лет назад воцарковилась и слова воцарковилась и уже попы привили это родилась ли свыше вот она что должна а воцарковилась это свечки подавать там всякое заупокойное там к мощам приложиться к поясу богородицы то есть все что не евангельское это воцарковление я называю самые поганые слова их выбросить надо кормлять каноническая территория это то что вы этот христа во христа крестилась но облеклась ли во христа труд всей жизни труд то всей жизни ты должна облечься уже там было 327 галатам говорит все во христа крестившиеся во христа облеклись вот они подошли я им специально противень поставил город дробленный семечки это малыши которые подошли вот они какие ноги у них на месте дальше регулярно посещать храм стало только тогда когда господь привел петь на клиросе то есть покрестилась а на клирос клирос ее привел за пять лет преподавания в алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов пять лет вела исследование на протяжении пяти лет 1994 1999 годы годы я проводил анкетирование было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет это студенты первых третьих курсов 14 факультетов 100 групп какие данные все здесь опрос показал первое ноль целых три десятых процента то есть один из трехсот безоговорочно считать себя православно верующими исповедуются и причащаются только один из трехсот пятьдесят процентов никогда не задумались над проблемами веры вообще 2000 студентов 66 и 6 десятых процента 666 считает православие устаревшим церковь стяжателем служителем мракобесами или искренними людьми которые служат не бога себе понимаете вот у мусульман так не ответят у протестантов так не ответят а православных так и отвечают молодое поколение растет а команду нужно это православие то когда зарекомендовали себя так пьяная попы давит прихожан своих на машинах пишут об этом семинаристов принуждают заниматься страшным грехом гомосексуализмом это все опубликовано люди понимают кто стяжательницей никто их не учил этому я их не видал не от меня это исходит я хочу поправить это положение как начинать церковников каков поп таков и приход не учат не знают четверто 2500 человек 83 десятых процента считает что в молодости надо грешить а в старости края каяться надо идти вот и как понимают одни бабки стоят 5 2900 человек 93 3 десятых процента не смогли ответить на вопрос что такое целомудрия духовно смысле слова и что эта страна будет знать мусульманки знают это все до одной знать все сто процентов здесь 93 и 3 десятых не знаю там же девушку тут потерялась три девушки не 3 а даже с матерью 5 кажется было вот искали тут колесников генеральный прокурор там кажется приезжал или помощник генерального прокурора кого-то нашли повели на следствие не держали его на месте эксперимент он бросился в окно и разбился я к чему говорю стали вызвать всех все варианты прорабатывали приехали к нам в детский лагерь потеряевку а мне говорят у вас были грудь не было да вы не знаете так синий киргизовый богатая они так подстроили будто ребенка привозили они приезжали посмотрели у нас побыли тут игр нет там горта нет наша дочь бы там не была никак эти люди не могли ее убить а их потом нашли закопанными всех нашли мертвыми они хотели видимо где-то взятку дать при поступлении абиту ренки вот мы вызвали тут колдуны есть сатанисты их вызвали стали допрашивать вы в жертву-то приносите людей ну конечно у нас говорят по уставу положено так не ваше ли дело этих студенток взяли это девушек-то студенток девушек мы девушек приносим они этих ваших б и все на этом кончилось зачем они нам нужны а то маленькие шлюшки и все а там не уж рассказывать те которые гостана допросе участвовали шестое 99 и 70 процента не смогли объяснить чем православие отличается других мировых религий вопросе о спасении это прихожане это все это прихожане сейчас мы увидим это не просто слова седьмое 2990 99 и 0 60 процента считают веру признаком слабости и ущербности недостатка образования как вы будете с этими людьми рабу надо другие 100 групп со групп это невыборочно такие же все то есть это по всей стране можем сказать молодежь 2990 99 0 60 процента не смогли объяснить смысла слов покаяние грех смирение промысел божий молительное правило символ веры не могли объяснить 900 человек 30 процентов сторонники или участники тоталитарных сект среди которых наиболее популярным является саентология ивановцы кришнаиты 10 не видят в этих заблуждениях опасности считать что верить можно как угодно и во что угодно 90906 не считают опасным и хуминизм 11906 не знают молитв не умеют себя вести в храме не понимая духовного смысла поста мы это заново просчитывать должны 12 при этом крещенных православную веру из этих которые прошли 97 с половиной процентов евгения цепеникова алтайская миссия номер 10 76 июня 99 года московская партнерахат русско-православная церковь комментарий мой когда я встретился с евгением павлов на ее рабочий телефон вот он домашний вот он и прочитал эту статью чтобы поблагодарить ее то она искренне испугалась когда я растолковал подлинный смысл того что она напечатала а результат таков из трехсот лжекрещенных моченых московской партнерахии едва ли лишь один что-то знает из того что совершается в храме если бы вопрос стоял о том что знает эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч по библии по канонам то едва ли она нашла бы одного ян златоуст говорит если одна овца погибнет по твоей небрежности о священник то тебе не хватит всей твоей жизни чтобы загладить вину а здесь погибает 2990 и 10 под вопросом приличная встреча с епископом антонием моседичем в епархии мы долго беседовали с ней более двух часов я показал ему эту газету и эти успехи в кавычках его епархии барнаульской алтайской и он искренно сокрушался говоря а что я могу сделать я их посылаю работать они воруют воруют деньги ему не все отдают подарил ему эту газету и сказал с этими результатами явитесь на суд божий но я не знал что через два года и он уже умрет 41 год он сказал так а я даже не знал про эту газету как то она мимо прошла попросил его выдать похвальный лист евгений цепеников и такие материалы на дороге не валяются и сказал ему а нас было пять человек с нашими епископами в тихим курочкиным почему же вы так распустили в вожжи ты не наказывайте своих священников и разбойников о которых патриарх алексий сказал каких бандитов на принимали церковь епископ антонием встал осторожно открыл дверь своей приемной выглянул за дверь и смущенно сказал боюсь подслушивает недавно было покушение от своих же нам стало страшно и жалко его заложника насквозь пропитой на мафиозными структурами мп 8 7 2001 года епископ антоний внезапно скончался в возрасте 41 года или помогли ему это уж не знаем просчитайте своим прихожанам и монастырским жителям эти данные из перхальной газеты и не думайте что у вас что-то лучше кто на меня нападает то да вы среди этих то мертвецов то вам доменяли и дело то ни в одном месте своем ответе вы ни разу не ставите вопрос каким путем мы дошли до этого крещеных бездна и они находятся в бездне это вы знаете а почему же вы это допустили до крещения то их они работали с ними крестильщики павел горбок под христос послал меня не крестить а проповедовать без уверенного христа без длительной катехизации от трех до пяти лет крещение должно быть повсеместно запрещено по страхам анафемы священников и извержение христа на навсегда как нераскаянных разбойников трубите тревогу что души погубленные вами ненаученные согласно ваших слов живут не во христе является готовой добыча сатаны все вопросы которые задают вам отец сам рост это я у разу и у разу писал люди ведь они же стоят в храме не на площади и вы говорите что эти вопросы напечатанные вами всего лишь малая часть того что вам задавали но дальше можно предположить что вы отобрали наиболее интересное как вам показалось поучительные вопросы две книжки выше при том люди в одном вопросе выражают далеко не все а только самое тревожное это вопросы о явлении бесов об унынии отчаянии нелюбви и о многом другом что должно быть и сторону то вами из них давным давно неужели вам нравится управлять такими людьми совершенно ничего не знающими задающими такие вопросы которые задают бабки на улице по этим вопросам видно что вы стоите на развалинах ибо это ваша паства патриарх кирилл проехал до востока и говорит состояние духовные развалины ведите эту пасту прямо ко христу по слову божию начинайте ими заниматься и все изменится и стихотворение христос воскрес а если бы не так то все бы светлое давно окутал мрак и солнца правды не узнали бы мы и не было бы выхода из тьмы если он из гроба не восстал нам чужбы был высокий идеал и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли он жив а если бы он не жил то мир давно уже похоронил живое все что есть душе у нас пытался сделать это он не раз если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой то есть и сейчас бездушный саду кей мог правду вскрыть под грудой у камней то весь прошла через грани всех веков и через границы всех материков не варварство как виде не прогресс не заглушили песнь христос воскрес говорят что-то написал храпов тюрьме или может быть твинц христос где ты христос сияющий лучами бессмертной истины свободы и любви взгляни твой храм поруган торгашами и меч что ты принес запятнан весь руками повинными в страдальческой крови то есть слово божие нетронутая взгляни кто учит мир тому чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста как ярко их клеймо порока и разврата какие лживые застраживающего брата какие гнойные открылись у ста о если только зло но рваться всей душой рассеять это зло трудиться для людей и горько сознавать что об руку с тобою кричит об истине ломаясь пред толпою прикрытый маской продажный фарисей это и священники эти синодальные отделы это или сопренно здесь здесь абсолютно все и особенно миссионерские отделы которые питаются грехами народа идите все на проповедь идите спасайте людей все растащили пасты то практически нету верующей на 300 человек один вот это и венальная юстиция удушающий любовь к самим себе а не к людям богу нашему слава 1880 год семена я кришнацин это не мое здесь моих-то не стихотворений нету и не материалов но я знаю как будут злобиться они особенности на дальние отделы если вы хотите проповедовать уйдите сенодального и дело отдела идите по миру и проповедуйте не получайте там деньги это грехи народа чем вы питаетесь грех народа грехами народа питается да это не я вам говорю грехами народа питается народ мой им это нравится да нравится 848 а 848 вот так 848 вот лишь подсказывает как я немножко другое хотела а другой то оси 48 грехами народа моего кормятся они и к беззаконии востремится душа их и дальше говорит и стрельбен будет народ за недостаток ведения что не учили и как ты отверг ведение то есть не хотел чтобы люди знали слушайте все от патриарха до последнего которые меня грызут то я бог отвергну тебя от священодействия передо мною перед богом тебя нет ты давно уже может связаны и как ты забыл закон бога твоего тысячу лет не а в россии христианство не издавали библию то я забуду детей твоих то есть вот они дети забытые на 300 299 забытые чем больше они умножаются много народу приходит на крещение там купается тем больше грешат против меня слава их обращу и в бесславе вот слава украине грехами народа моего и кормятся они к беззаконии стремится душа их и что будет с народом то и со священником и нахожу его по путям его и воздам ему по делам его вот так и со священником вот это бачка благослови кончится я об этом говорю я говорю не теми словами что приняты здесь каждое слово моё мне в укор ставит ничего перетерпите один раз я пришел на встречу у нас встречи были с гидионом докукиным он потом митрополист авропольский был в сибирске заходим а там священников ну полная приемная прямо везде соскочили владыка нам уезжать мы ждали и гнать и дольше ждет когда вы покаетесь заходи на меня мы сидим полчаса я говорю владыка там люди ждут подождут вот какие у нас были беседы а уезжая сказал 13 лет служил говорит и только один человек мне правду говорил все вы лицемеры мне слово лицемер не подходит не клейте его нету у меня не было ни под одним человеком перед одним человеком ласкательства ни перед кем никогда из-за это вот что мама сказала мой-то сын знает за что страдает знает а результативность это не ваша где бы ни был я прошел люди обращаются к богу не я впрочем на благодать и сеющий поливающий ничто ничто и вот смотрите маленький голубенок и с него мы рассказали о важных делах примите это все не враждуйте все говорят но давайте объедините с ними объединяйтесь вот они мы я готов пойти в любом месте говорить семинарии где угодно вы как огня боитесь-то меня зачем вы не можете даже понять что я говорю вам правду единственно правду ничего кроме правды не так поступаете за мной не надо следить за мной уже следили следили устали следить и кгб и и милиция и прочее это успокойтесь и протяните руку общения у меня материалы огромные материалы и опыт просто не сравненно 53 годов самый гуще людей во всех слоях общества милиции воинские счастья школы университеты радио телевидения поездки за границей и везде и я вижу что сыпенникова права оси прав антони прав нацин прав какие гнойные открылись уста ой мне эти слова как ты мог сказать нацин говорит 24 года жил он богу слава во веки веков аминь